Съёмка компания «Гиоскар» в лице для членовского структуры «Титут». Старная, кстати, космическая съёмка, компания «Ракурс», которая делает прекрасный, соответственно, программный продукт «Платонод» для программической обработки. И, соответственно, мы использовали этих экспертов из концепта с точки зрения наработок по компьютерному зрению. Данный проект старался сказать то, что мы встречались, пришли к Министерству из-за хозяйства, сказали, «Ребята, а какие у вас есть проблемы, которые мы можем решить?» Какой мы можем помочь? Ну, коллеги в Министерстве из-за хозяйства нет? Да, слава. Соответственно, я, коллеги, прокомментирую дополнительно. И мы, соответственно, с хозяйством формировали ДС, что мы можем, чем мы можем помочь? Соответственно, я заработаю три столь сервиса для органов государственного у нас в то же время. Мы нашли, решили дойти до конкретного, соответственно, уже сервис-производителя, сделали сервисы для госпроизводителей. Я сейчас скоро под каждой остановлюсь и, соответственно, попытаюсь про них рассказать. Тут был доклад, соответственно, коллеги из Сельмашева, соответственно, Андрея, по поводу того, что они делают с точки зрения уже комплексных решений для сервис-производителей. Я вот остановлюсь непосредственно в той части, в которой мы достаточно глубоко отновлены, то есть для сервиса, для органов государственной власти. Платформе мы сделали, на самом деле, очень большую историю, комплексную. По сути, была задача интересная по датсайтистам. По сути, мы попытались использовать технологию больших данных для Министерства сельскохозяйства с точки зрения анализа. Тут мы скомпоновали те данные, которые у нас есть по космос-съемке. Мы, соответственно, попытались собрать данные, которые у нас были, из различных структур. Тут вот представлены все данные для бизнес-проекта, которые мы собрали в одном месте. Здесь, во-первых, космос-съемке с 85-го года, карты Министерства сельскохозяйства разные. Вот здесь представлены фотографии, которые то в бумажном виде, то просто в виде ручками нарисованной, то в виде схем, структура поселок, соответственно, карты засобенностей земельников и так далее. По сути, различные данные, которые мы собрали в 45 различных слоев единой инфляционной системы, получили очень интересные закономерности. Закономерности, которые были новыми, интегрировали его в геопортал Дорожского интерфейса, здесь есть коллеги из Министерства инфляции, Дорожского интерфейса, и получили некий функционал, который, соответственно, сейчас коллеги используют, интиражируем на все районы Республики Тарстан. И вот здесь тот эффект, который мы получим, притиражируем на всю Республику, получаются очень интересные данные. Первое, мы соответственно, инвентаризировали полностью особо ценные участки в каждом районе Республики Тарстан, в Голго-Кистар, с точки зрения их там, реально они есть или нет, потому что по ним идет особый момент и дорожаемые земли, которым, соответственно, должно быть такое разрешение для использования. Второе, соответственно, были выявлены залезенные участки. На самом деле, это большая проблема, с точки зрения того, что залезенные участки либо они должны быть правильно обрабатываться, либо, соответственно, уже должны перейти в уровень не сельхозно-наночения земли, а должны быть листой фонд. И как раз мы это, соответственно, провели. Соответственно, более 140 тысяч гектаров экологические чистые пашни. На самом деле, это такая очень интересная момент, в связи с точки зрения, в получении экологические чистые продукты. На самом деле, это сейчас очень популярное направление. Все хотят есть чистые, соответственно, экологические чистые продукты. И вот в рамках выявленных в поле, которые долгое время не обрабатываются, по сути, дают возможность выпускать экологические чистые продукты. Соответственно, и более 5 тысяч участков, которые не используют более трех лет. Это уже непосредственно для Министерства сельскохозяйства очень важный параметр, с точки зрения работы уже с этой промышленными предприятиями. Вот эти данные дают возможность уже более эффективно управлять и программой субсидий, и, соответственно, уже дают возможность новую информацию для страхования полей, для страховой компании и так далее. Соответственно, дают другой абсолютно эффективность. Далее, была очень интересная задача с точки зрения производителя, агропромышленного предприятия, с точки зрения того, что многие, на самом деле, реально не понимают, что такое, ну конечно, чем, как работать в поле. Здесь, наверное, есть коллеги-агрономы, да, там, и если бы обратите внимание, уровень заработной вклады агрономов в сельскохозяйственных предприятиях, она на самом деле очень сильно большая. Она не, соответственно, и это все-таки дает обратный связь, в связи с тем, что они до конца не понимают, как работать с полей. Если выявляет какую-то проблему, и, соответственно, большими объемами, соответственно, уже используют какие-нибудь удобрения и так далее, это сплевают, это как могут, не до конца не понимая, чем болеет, на самом деле, то или иное растение. Нам была поставлена задача, соответственно, найти решение по, как раз тому, чтобы дать рекомендации конкретным агрономам при помощи, возможно, мобильный телефон, да, в мобильном приложении, который подавал информацию по тому, чем болеет то или иное растение. На самом деле, мы, как айтишники, когда пришли к этой задачи, ну, передня, на самом деле, запрограммировать сейчас мобильное приложение, сделаем как-то презерение, и все будет классно. Ну, знаете, проблема оказалась намного глубже. Глубже, там, мы не только с коллегами-биологами начали общаться, с коллегами, соответственно, которые занимаются вообще, там, растение волос, с вами и так далее, привлекли более 50 экспертов. Когда нам сказали, что там, сколько болезней одного только, там, пшеницы, может быть, у нас был реально, конечно, такой изгоношный шок, потому что запрограммировать тогда и не можно по помощи, там, выявленных, да, статистических. А вот когда уже разные болезни и разные по-разному лечатся, и, соответственно, их нужно было выбрать точно внутри конкретного болезни, чтобы, соответственно, не все поливать, а конкретные очки, это показалось для нас, как бы, более сложной задачей. Мы, соответственно, выбрали, если я сейчас, пшеницу и картофель, которым, соответственно, уже учимся у болезни. У нас, вот эти эксперты, нам воспроизводят эти болезни, мы собираем металлога, это более десятки тысяч, соответственно, фотографий, на базе которого уже учатся на предупреждения, соответственно, которые вот дают нам возможность уже давать конкретные рекомендации для агрономов, в том числе и того, как, соответственно, уже работать с теми или иными случаями. Вот здесь представлены как раз все риса работа, то есть, например, предприятие Волгоградской области, у нас пилоты, где-то Штепт-Торстан, и Волгоградской области, мы для пилоты взяли области опредприятия, с которым мы уже ведем ту или иную работу. Это зона номер один, это там, где у нас, это наш участок, который мы каталируем, а делаем те зоны, которые вот, 6,5-10, и там мы ничего не делаем, и видите, что уже, вот эта желтая зона, это уже почти большинка болезни. А мы хотим, что получаем? Стратегия предупреждения о развитии болезни уже на разной стадии, соответственно, да, диагноз состояния растения, модели развития болезни и так далее, которые дают вам возможность существенно сократить расходы, появляет на разной стадии, существенно сократить расходы по, соответственно, устранению и соответственности болезни. Почему я это хотел бы вам рассказать? О том, что на самом деле роль IT в сельском хозяйстве, хотя не может быть, не сопоставимая история, она очень большая, и когда мы интегрируем в одну историю сильного, сильной IT-команды, сильных экспертов в сельском хозяйстве, получается очень интересное решение. Мы открыты сотрудничею здесь, соответственно, мы сегодня готовы обсуждать, может быть, там что-то новое, получится, новый проект, новый продолжитель. Спасибо большое. Спасибо, Эскандер, спасибо за такое важное выступление, я сразу поделюсь, неспроста мы вас сегодня пригласили, потому что вот ту работу, которую вы проделали, и дали институтарии, я знаю, что это очень важен, и мы хотели бы такую работу распространять, поэтому мы, наверное, с вами подпишем соглашение о взаимодействии с аналитическим центром, но когда вы, кстати, месяц и полтора назад общались, я спрашивал, а сможете ли вы прогнозировать урожайность и волновый сбор? Вот как-то в этом вопросе мы продвинулись, имея находитесь инструментарий, поскольку для нас это очень важно, мы должны прогнозировать, эта работа для нас должна быть еще, наверное, весной боя, в зависимости от погонных, условия на дороге, в общем, как у вас сейчас в этом отношении работает? На самом деле, это один из самых сложных и самых интересных задач, которые нам ставят агропроизводители, а вот когда мы начали, в общем, условно, собирать данные по болезням, по погодным условиям, по тому, что происходит, как бы, на самом деле, видеоинформации и так далее, исторические данные, которые получаем, соответственно, вот, получились в 2005 году по урожайности каждого поля, получаются очень интересные закономерности, и эти закономерности, кстати, совпадают. Если мы говорим про прогнозирование урожайности, то, да, данные задачи мы решаем. У нас, кстати, статистика, которая у нас есть уже в последние два года, дает нам возможность, ну, как бы, большую работу уже, дать, там, более точные оценки, и, как бы, я думаю, как бы, во-первых, мы эту задачу, это, потому что сможем решить и хорошо продвинуться. У нас, ну, как бы, идея инфекционной системы, которая есть, достаточно, там, дает, там, дает, там, более, там, точную информацию по прогнозированию по каждому полю. Вторая история, которая очень интересная, как бы вы сказали, вот, по прогнозированию, второе, это, вот, так называемые ошибки. Знаете, вот, очень интересная закономерность и были увидели, это по поводу того, что есть данные по химсоставу поля, но, который, да, вот, когда мы геологи смотрели, получилось, что, ребята, зачем же там сидеть в шевицу? Там никогда не получится нормально урожай. Если вы там посеяли, условно, прудишь и сутрирует, да, то была бы совсем другая картина, потому что каким состав данного поля самым благоприятным для того, чтобы вы там вырастите, то есть, то же самое, с прудить. Вот такие, на самом деле, ошибки, вроде элементарные, да, нам дают, соответственно, вот того являть, который, соответственно, уже совсем другой подход будет не только к прогнозированию держательности, но правильная, соответственно, пассивная работа. Спасибо большое. Спасибо. Мы переходим к следующему выступлению, и я думаю, что вот Искандер задал тон тех работ или тех подходов, которые реализуются в Татарстане, и я хотел предоставить слово кому-то Лабиду Геннадьевичу, для того, чтобы...